Друзья, всем привет! Вчерашнее наше видео про странную грязную жижу в флаконах вот этого спрея под названием «Нравится орхидеям» получило вчера продолжение. Напомню для тех, кто не в курсе, что произошло. Прям целый, можно даже сказать, скандал на днях. У нас в группе одна из зрительниц нашего канала, в группе ВКонтакте, Архамания, разместила свое возмущение. Она, насмотревшись видео, в которых я в течение прошлого, позапрошлого, этого года всячески нахваливал вот эти вот спреи, произведенные, кстати, вчера были вопросы, произведенные в Красноярске. А то, что здесь написано «Ивановская цветочная оранжерея», ну это, наверное, знаете, как типа вроде как она, «Ивановская цветочная оранжерея», вроде бы как знак качества, что ли, дает. Но на самом деле все эти спреи произведены в Красноярске, друзья. Что в 2020 году купленный спрей, что в 2021 году купленный спрей, что в этом году мною купленный позавчера в Ашане вот этот вот спрей. И зрительница, насмотревшись о том, как эффективно у нас на канале применяется вот этот спрей, в результате которого куча наших обработанных орхидей буквально прям за считанные дни дает результат. Вытягиваются цветоносы, начинают расти листья, корни и орхидеи быстро в темпе вальса начинают зацветать. И вот зрители, насмотревшись, одна из которых купила, поступившая в продажу к 8 марта вот в таких белых флаконах с белым вот этим вот кончиком-распылителем, обработала свои орхидеи и вместо полупрозрачной такой жидкости, вот как мы использовали, применяли, оказалось прям вот жижа, грязная-грязная жижа, которая очень плохо отмывается, которая портит весь эстетический вид не только листьев орхидеи, но и все в округе, потому что ну прям вот она прям загаживает черными пятнами. Естественно, этот пост разместила она у нас в группе Архамания, после чего я вчера выпустил видео в попытке разобраться, действительно ли это так. Немножко посчитав зрительницу за пару дней до этого, что она, возможно, не взболтала этот спрей и попрыскала осадком. Я поехал в магазин, потому что на 8 марта тоже видел в продаже такой спрей, купил его, и мы вчера вместе затестили вот на таких вот салфетках прошлогодний, позапаза прошлогодний и этого года купленный спрей, оказалось, что действительно тот спрей, который поступил в продажу, он отвратительного качества, но там просто грязная жижа. И мы с вами решили поэкспериментировать, что же это за грязная жижа, но по всей вероятности подумали, что либо это подделка, либо это что-то на производстве, на производстве накосячили и что-то не то в рецепте, либо больше налили, либо не то налили. Но в любом случае решили поэкспериментировать. Вот вчера видео наше получило продолжение. Одна из зрительниц, я вам сейчас на экране все покажу, друзья. Одна из зрительниц и участниц нашей группы ВКонтакте, которая называется Орхомания, выложила вчера пост следующего содержания. Посмотрите внимательно на экран, друзья. Значит, в группе был пост, это Ольга Дмитриева разместила, был пост об удобрении нравится орхидеям. Пост был немой, но проблема оказалась общая. Да, действительно много людей столкнулись с этим. Странный цвет удобрения. Так как у меня было три бутылки с разных покупок, я могла сравнить цвет разных бутылок. Оказалось, что у купленных в Ошане последними цвет явно отличался. Все было сфотографировано и отослано письмом производителю. Надо отдать должное производителю. Он признал, что ошибка на производстве и сразу предложил заменить. Но если кому-то попались данные бутылки, теперь есть понимание, что в них, цитирует ответ производителя, Изучив сложившуюся ситуацию на производстве, сделаны следующие выводы. На линии розлива при переходе с фасовки одного вида продукции на другой, в бутылки подкормка для выращивания орхидей случайно попала продукция водорастворимое удобрение гуматкалия концентрат. Кстати, водорастворимое удобрение гуматкалия концентрат является не менее ценным удобрением для корневой подкормки при поливе. 10 мл удобрения необходимо развести в 1 литре воды. Норма расхода, как при обычном поливе, вне корневая подкормка 5 мл удобрения необходимо развести в 1,5 л воды и опрыскивать до равномерного сомачивания листа. Можно применять как для подкормки комнатных растений, так и на даче для подкормки овощей. Так что, если в ваших бутылках попалась такая же проблема, можно просто развести удобрение водой. Ниже фото правильного удобрения и ошибочного налитого производителя. Но хочу сказать, я ссылочку в верхнем правом углу, друзья, оставлю. И вы можете посмотреть вчерашнее видео, в котором мы проводили тест этих всех двух правильных спреев и один неправильный, который темный. Мы брызгали, вот, кстати, фотография. Вот такой вот он темный, прям вот, ну, реально прям как с малинистого такого цвета. В общем, друзья, значит, так, минуточку. В общем, друзья, значит, что хочу сказать. Вот калия гумат, это, который попал вот в эти флаконы, он такой темный, прям насыщенный. Это очень полезная штука. Значит, ну, о свойствах калия говорить не приходится, потому что сам по себе калий, друзья, он отвечает за фотосинтез в растениях. То есть, он его еще, он его, в общем, как бы улучшает. Каким образом в интернете можете посмотреть, это для биологов, химикобиологов, да, там. Значит, а сами по себе гуминовые кислоты, это целый набор микроэлементов, порядка 20 аминокислот, белков, углеводов в том числе, и огромного количества микроэлементов. То есть, такой вот, знаете, насыщенный, полезный суп для растения. И, то есть, вот, в концентрированном виде, конечно же, его обрабатывать растение, это, ну, расточительно. А порядка, там, 5-10 миллилитров на полтора литра воды такого, ну, скажем, супчика хватит на большое количество орхидеи, если вне корневую подкормку делать. В общем, собственно, друзья, мы все по инструкции и поработаем, как вот и вчера я сказал, по инструкции, и мы и поработаем, поэкспериментируем с этим средством, ну, уже с пониманием того, что это калия гумат, да, или как он там называется, производитель сообщил нам. В общем, так, что еще хочу сказать. Калия, да, гумат, калия, концентрат, гумат, калия, концентрат. И вот, так, что, что еще, что еще хотел сказать. В общем, не переживайте, это, как оказалось, хорошая новость. И самое главное, что это не подделка и, по крайней мере, не навредит растению, если его, конечно, по инструкции использовать, как вот написали, как написал производитель Ольги Дмитриевой. Что еще я сегодня хотел? Еще одной хорошей новостью меня спрашивали, как там поживает Лекосфинкс Орхидея, которую недавно было куплено в нашей группе у продавца, в группе Орхидеи покупка-продажа. Лекосфинкс пересадил я ее, не пересадил? Нет, друзья, я еще ее не пересадил. Я вам ее показывал. Мы распаковочку делали. К сожалению, в пути Орхидея сильно стрессанула и уже при распаковке было видно, как она потеряла бутоны. В общем, два цветочка, которые у нее были изначально раскрыты, вот они. И один бутон сохранился. Вот она его раскрыла на втором цветоносике. Вот такой вот Лека. Я могу сказать, что вот эти вот рисочки, они выпуклые, друзья, они выпуклые. Да, Орхидея чем-то похожа на Биг Бэнг. Вот такая обалденного окраса. Но вот я ее еще не пересаживал. Она вон растит корешок. Пока что вот все. Она у меня стоит, отдыхает. Ну, в ближайшее время, как только, ну, не знаю, почувствую, что она уже хочет заканчивать свое цветение, мы ее вместе с вами распотрошим и пересадим. Ну, а пока она вот в таком вот состоянии. Все с ней хорошо. И я ее пока не планировал, не пересаживал. Но без вас я это делать не буду. Мы вместе с вами ее пересадим. В общем, вот такие сегодня новости. Всем хорошего настроения. Всем добра, здоровья. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok